27 января 1945 года были освобождены узники лагеря смерти Освенцим. При решении Организации Объединенных Наций именно этот день стал Днём памяти жертв Холокоста. Память о Холокосте и изучение этой темы – важная задача для понимания огромной трагедии, которая затронула и нас. Так на презентации книги о Солоспилском лагере заявила премьер Лаймдота Страумиума. В оккупированной нацистами Латвии с 1941 по 1945 годы было убито 70 тысяч местных евреев и ещё более 20 тысяч немецких, австрийских, чешских и венгерских. Вот вам кажется, что они друг другу помогают? Ну и хорошие стереотипы, что они умные. А вот люди, которые давали деньги на постройку мемориала, они все евреи? Лолайта Томпсон и директор мемориала Жанни Солипки рассказывает о вопросах, которые задают посетители. Как говорить о Холокосте? Ответ даёт американский фильм под названием «Скрепки». Его покажут в музее завтра вечером. Деревни в городочке, в котором нет ни евреев, и даже там в школе только пять афроамериканских детей. Как вот этот контакт произошёл? Что произошло с этими людьми, когда они стали про это учить? Со второго этажа хорошо просматривается подвал. В таких же условиях, в вырытом специально для этого бункере, Жанни Солипки прятал евреев. Всего за годы войны на территории Латвии скрывали 729 евреев. Выжили 544. Эти цифры на стенах музея «Евреи в Латвии». По словам его директора Ильи Еленского, экспозиция изменилась. Историю Холокоста здесь можно узнать через судьбы отдельных людей. Если мы говорим про рижское гетто, у нас есть вот эта очень сильная фотография женщин из газеты взятая, которая показывает весь тот страх, всё то непонимание людей, которые оказались совершенно новой, чудовищной, унизительной ситуацией. Или если мы говорим уже позже о так называемом малом гетто, который возникло после того, как большая часть рижских евреев были убиты, то нам очень повезло, что у нас есть вот эти портреты заключённых. А это фото обошло весь мир. Оно сделано в Лепойском гетто. И, к счастью, мы знаем имя вот этой девушки, которая сфотографирована буквально за секунды до расстрела, Мия Эпштейн. Одной из целей нацистов было стереть память о людях, чтобы просто никто не знал, что такие люди были. И вот то, чем мы стараемся заниматься, очень многие платвии стараются заниматься, это как раз-таки возвращение имён. Люди имеют право на имя, имеют право на память. Выход книги о Саласпилском лагере тоже приурочен к Международному дню памяти Холокоста. Лидия Гутман очень ждала её выхода. Всю жизнь она собирает свидетельства о своей семье. Совсем малышкой она попала в Саласпилс. Конечно, сложно. Без слёзы вообще ничего не обойтись. Над книгой работали сразу три историка. Они пытаются посмотреть на то, что происходило в лагере, бесстрастно на основе документов. Если мы читаем издания советского времени, то кажется, что там ежедневно вешали людей. У матерей отнимали детей, а людей унижали. Всё это, конечно, было. Но всё время существования лагеря там были очень разные заключённые. В 43-м году было большое число осуждённых легионеров, о чём вообще никогда не говорилось. И помимо всех ужасов, к примеру, в 42-м году заключённые писали в письмах, как отмечают Лиго. Это не уменьшает ужасов, которые там происходили. Но нам хотелось, чтобы в книге отражалась общая картина.